Всем привет! Сегодня хочу приготовить капусту по-мексикански. Для этого вам понадобится вилок белокочанной капусты и дальше мы ее нарезаем. А, еще большая глубокая кастрюля, в которой мы будем все это дело мариновать. Нарезаем капусту. Покажу. Вот такими вот некрасивый листочек мы убираем. И дальше вот такими кусочками мы нарезаем капусту и укладываем в нашу кастрюльку. И так полностью со всем вилком. Капусту я порезала. Далее понадобится еще морковка и 4 зубчика чеснока. Все это нарезаем. Чеснок прям вот на такие дольки на три части. А морковку вводим колечками. Есть такая прикольная резалка для овощей. Вот такие вот шточки получаются. И все это отправляем тоже туда. Вот так морковку добавляем тоже сюда. И теперь нам нужно будет сварить рассол, которым мы будем заливать нашу капусту. То есть она будет как маринованная капуста. Для рассола нам понадобится 750 миллилитров воды, полторы столовых ложки соли, пол стакана сахарного песка, лавровый лист, пол стакана уксуса 9 процентного. Дальше семена укропа и пол стакана растительного масла. Мы все это складываем в кастрюльку, кипятим и горячим рассолом будем заливать нашу капусту. Так рассол для капусты готов. Он закипел, я его сняла. Видим, почему-то еще до сих пор кипит. И теперь заливаем нашу капусту этим рассолом и ставим под пресс. Стоять она будет примерно 2-3 дня. Сейчас поставим тарелочку и поставим что-нибудь тяжеленькое. Нет у меня терпения ждать 3 дня. В общем, будем пробовать капусту сейчас. В принципе, как бы ее можно есть. Такую маринованную капусту уже через сутки. Я хочу попробовать ее. Вот так все это выглядит. Уберем, просто достаем пилочек. Да, я думаю, она уже готова. И сейчас будем кушать. И морковки обязательно побольше. Сейчас из кастрюли я переложу в контейнер. Добавлю туда рассол и уберу в холодильник. В общем, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. И нам тоже.